Бор на противоположном берегу реки еще час назад освещенный майским солнцем помутнел размазался и растворился вода сплошной пеленой валила за окном в небе то и дело вспыхивали нити небо лопалось комнату больного заливало трепетным пугающим светом Иван тихо плакал сидя на кровати глядя на мутную кипящую в пузырях реку при каждом ударе грома он жалобно вскрикивал закрывал лицо руками Исписанные Иваном листки валялись на полу их сдуло ветром влетевшим в комнату перед началом грозы Попытки поэта сочинить заявление насчет страшного консультанта не привели ни к чему лишь только он получил от толстой фельдшерицы которую звали Прасковья Федоровна огрызок карандаша и бумагу он деловито потер руки и торопливо пристроился к столику начало он вывел довольно бойко в милицию членом массолита Ивана Николаевича бездомного заявление вчера вечером я пришел с покойным м а берлиозом на патриаршие пруды и сразу поэт запутался главным образом из-за слова покойным с места выходила какая-то безлепица как это так пришел с покойным не ходят покойники действительно чего доброго за сумасшедшего примут подумав так Иван Николаевич начал исправлять написанное вышло следующее с м а берлиозом впоследствии покойным и это не удовлетворило автора пришлось применить третью редакцию а та оказалась еще хуже первых двух берлиозом который попал под трамвай а здесь еще прицепился этот никому неизвестный композитор однофамилиец и пришлось писать не композитором намучившись с этими двумя берлиозами Иван все зачеркнул и решил начать сразу чего-то очень сильного чтобы немедленно привлечь внимание читающего и написал что кот садился в трамвай а потом вернулся к эпизоду с отрезанной головой голова и предсказания консультанта привели его к мысли о понтие пилате и для вязчей убедительности Иван решил весь рассказ о прокураторе изложить полностью с того самого момента как тот в белом плаще с кровавым подбоем вышел в колонаду иродово дворца Иван работал усердно и перечеркивал написано и вставлял новые слова и даже попытался нарисовать понтия пилата а затем кота на задних лапах но и рисунки не помогли и чем дальше тем путанее непонятнее становилось заявление поэта к тому времени как появилась издалека пугающая туча с дымящимися краями накрыла бор и дунул ветер Иван почувствовал что обессилел что с заявлением ему не совладать не стал поднимать разлетевшихся листков и тихо и горько заплакал добродушная фельдшерица Прасковья Федоровна навестила поэта во время грозы встревожилась видя что он плачет закрыла штору чтобы молнии не пугали больного листки подняла с полу и с ними побежала за врачом тот явился сделал укол в руку Ивана и уверил его что он больше плакать не будет что теперь все пройдет все изменится и все забудется врач оказался прав вскоре заречный бор стал прежним он вырисовывался до последнего дерева под небом расчистившимся до прежней полной голубизны а река успокоилась тоска начала покидать Ивана тотчас после укола и теперь поэт лежал спокойно и глядел на радугу раскинувшийся по небу так продолжалось до вечера и он даже не заметил как радуга растаяла и как загрустила и поленяла небо как почернел бор напившись горячего молока Иван опять прилег и сам поделился тому как изменились его мысли как-то смягчился в памяти проклятый бесовский код не пугала более отрезанная голова и покинув мысль о ней стал размышлять Иван о том что по сути дела в клинике очень неплохо что Стравинский умница и знаменитость и что иметь с ним дело чрезвычайно приятно вечерний воздух тому же и сладостин и свеж после грозы дом скорби засыпал в тихих коридорах потухли матовые белые лампы и вместо них согласно распорядку зажглись слабые голубые ночники и все реже за дверями слышались осторожные шажки фельдшериц на резиновых половиках коридора теперь Иван лежал в сладкой из томи и поглядывал то на лампочку под абажуром льющий с потолка смягченный свет то на луну выходящую из-за черного бора и беседовал сам собою почему собственно я так взволновался из-за того что берлиоз попал под трамвай рассуждал поэт в конечном счете ну его в болото кто я в самом деле ему кум или сват если как следует провентилировать этот вопрос выходит что я в сущности даже и не знал как следует покойника в самом деле что мне о нем было известно да ничего кроме того что он был лыс и красноречив до ужаса и далее граждане продолжал свою речь Иван обращаясь кому-то разберемся вот в чем чего это я объясните взбесился на этого загадочного консультанта мага и профессора с пустым и черным глазом к чему вся нелепая погоня за ним в подштанниках и со свечкой в руках а затем и дикая петрушка в ресторане но она вдруг сурово сказал где-то не то внутри не то над ухом прежний иван Ивану новому про то что голову берлезда отрежет ведь он все-таки знал заранее как же не взволноваться о чем товарищи разговор возражал новый Иван ветхому прежнему Ивану что здесь дело нечисто это понятно даже ребенку он личность незаурядная и таинственная на все сто но ведь в этом то самое интересное и есть человек лично был знаком с понтием пилатом чего же вам еще интереснее надобно и вместо того чтобы поднимать глупейшую бузу на патриарших не умнее ли было вежливо расспросить о том что было далее с пилатом и этим арестованным ганоцри а я черт знает чем занялся важное в самом деле происшествие редактора журнала задавило да что от этого журнал что ли закроется ну что ж поделось человек смертен как справедливо сказано было внезапно смертен но царство ему небесное но будет другой редактор и даже может быть еще красноречивее прежнего подремав немного Иван новый ехидно спросил у старого Ивана так кто же я такой выхожу в этом случае дурак отчетливо сказал где-то бас не принадлежавший ни одному из Иванов и чрезвычайно похожий на бас консультанта Иван почему-то не обидевшись на слово дурак но даже приятно изумившись ему усмехнулся и в полусне затих сон крался к Ивану и уже померещилась ему и пальма на слоновой ноге и кот прошел мимо не страшно веселый и словом вот-вот накроет сон Ивана как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону и на балконе возникла таинственная фигура и погрузила Ивану пальцем Иван без всякого испуга приподнялся на кровати и увидел что на балконе находится мужчина и этот мужчина прижимая палец губам прошептал маленький человек в дырявом желтом котелке и с грушевидным малиновым носом в клетчатых брюках лакированных ботинках выехал на сцену варьете на обыкновенном двухколесном велосипеде под звуки фокстрота он сделал круг а затем испустил победный вопль отчего велосипед поднялся на дыбы проехавшись на одном колесе человек перевернулся вверх ногами ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы а затем продолжал путь на одном колесе вертя педали руками на высокой металлической мачте седлом наверху и с одним колесом выехала полная блондинка в трико юбочки усеянной серебряными звездами и стала ездить по кругу встречаясь с ней человек издавал приветственные крики и ногой снимал с головы котелок наконец прикатил малютка лет восьми со старческим лицом и зашнырял между взрослыми на крошечной двухколески который был приделан громадный автомобильный гудок сделав несколько петель вся компания по тревожную дробь барабана из оркестра подкатилась к самому краю сцены и зрители первых рядов ахнули и откинулись потому что публике показал что вся тройка со своими машинами грохнется в оркестр но велосипеды остановились как раз в тот момент когда передние колеса уже грозили соскользнуть в бездну на головы музыкантам велосипедисты с громким криком ап соскочили с машин и раскланились причем блондинка посылал публике воздушные поцелуи а малютка протрубил смешной сигнал на своем гудке рукопрескания потрясли здания голубой занавес пошел с двух сторон и закрыл велосипедистов зеленые огни с надписью выход у дверей погасли и в паутине трапеции под куполом как солнце зажглись белые шары наступил антракт перед последним отделением единственным человеком которого ни в коей мере не интересовали чудеса велосипедной техники семьи джули был григорий данилович римский в полном одиночестве он сидел в своем кабинете кусал тонкие губы и по лицу его то и дело проходила судорога к необыкновенному исчезновению лиходеева присоединилась совершенно непредвиденное исчезновение администратора варенухи римскому было известно куда он ушел но он ушел и не пришел обратно римский пожимал плечами и шептал сам себе и странное дело такому деловому человеку как финдиректор проще всего конечно было позвонить туда куда отправился варенуха и узнать что с тем стряслось а между тем он до десяти часов вечера не мог принудить себя сделать это в одессе же совершив над собой форменное насилие римский снял трубку с аппарата и тут убедился в том что телефон его мертв курьер доложил что остальные аппараты в здании испортились это конечно неприятное но не сверхъестественное событие почему-то окончательно потрясло финдиректора но в то же время и обрадовала отвалилась необходимость звонить в то время как над головой финдиректора вспыхнула измигала красная лампочка возвещая начало антракта вошел курьер и сообщил что приехал иностранный артист финдиректор почему-то передернуло и став уже совсем мрачнее от тучи он отправился за кулисы чтобы принимать гастролера так как более принимать было некому в большую уборную из коридора где уже трещали сигнальные звонки под разными предлогами заглядывали любопытные тут были фокусники в ярких халатах и в челмах конькобежец в белой вязаной куртке бледный от пудры рассказчик и гример прибывшая знаменитость поразила всяк своим невиданным по длине фраком дивного покроя и тем что явилось в черной полумаске но удивительнее всего были двое спутников черного мага длинный клетчатый в треснувшем пенсне и черный жирный кот который войдя в уборную на задних лапах совершенно не принужденно сел на диван щурясь на оголенные гримировальные лампионы римский постарался изобразить на лице улыбку от чего она сделалась кислым и злым и раскланялся с безмолвным магом сидящим рядом с котом на диване рукопожатия не было зато развязанный клетчатый сам отрекомендовался финдиректору назвав себя их не помощник это обстоятельство удивило финдиректора и опять-таки неприятно в контракте решительно ничего не упоминалось ни о каком помощники весьма принужденно и сухо григорий данилович осведомился у свалившегося ему на голову клетчатого о том где аппаратура артиста алмаз вы наш небесный драгоценнейший господин директор дребезжащим голосом ответил помощник мага наша аппаратура всегда при нас вот она и и повертев перед глазами римского узловатыми пальцами внезапно вытащил из-за уха у кота собственные римского золотые часы с цепочкой которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой римские невольно ухватился за живот присутствующие ахнули а гример заглядывающий дверь одобрительно крякнул ваши часики прошу получить развязно улыбаясь сказал клетчатый на грязной ладони подал растерянному римскому его собственность с таким в трамвай не садись тихо и весело шепнул рассказчик гримеру но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами неожиданно поднявшись дивана он на задних лапах подошел к подзеркальному столику передней лапой вытащил пробку из графина налил воды в стакан выпил ее водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы тут никто даже и не ахнул только рты раскрыли а гример восхищенный шепнул ай класс тут в третий раз тревожно загремели звонки и все возбужденные предвкушающий интересный номер повалили из уборной вон через минуту зрительном зале погасли шары вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампа и в освещенной щели занавеса предстал перед публикой полный веселый как дитя человек с бритым лицом в помятом фраке и несвежем белье это был хорошо знакомый всей москве конферансье жорж бенгальский и так граждане заговорил бенгальский улыбаясь младенческой улыбкой сейчас перед вами выступит тут бенгальский прервал сам себя и заговорил с другими интонациями я вижу что количество публики третьему делению еще увеличилось у нас сегодня половина города как-то на днях встречая приятеля и говорю ему отчего не заходишь к нам вчера у нас была половина города а он не отвечает а я живу в другой половине бенгальский сделал паузу ожидая что произойдет взрыв смеха но так как никто не засмеялся то он продолжал и так выступает знаменитый иностранный артист мосьё волон сеансом черной магии но мы с вами понимаем тот бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой что ее вовсе не существует на свете что она не что иное как суеверия а просто маэстро волонт высокой степени владеет техникой фокуса что и будет видно из самой интересной части то есть разоблачение этой техники а так как мы все как один из-за технику из-за ее разоблачения то попросим господина волонда произнеся всю эту ахинею бенгальский сцепил обе руки ладонь к ладони и приветственно замахал ими в прорезь занавеса от чего тот тихо шумя и разошелся в стороны выход мага с его длинным помощником и котом вступившим на сцену на задних лапах очень понравился публике кресло мне не громко приказал волонт и в ту же секунду неизвестно как и откуда на сцене появилось кресло в которое и сел маг скажи мне любезный фагот осведомился волонту клетчатого гайра носившего по-видимому и другое наименование кроме коровьев как по-твоему ведь московское народ население значительно изменилось маг поглядел на затихшую пораженную появлением кресла из воздуха публику точно так миссир негромко ответил фагот коровьев ты прав горожане сильно изменились внешне я говорю как и сам город впрочем о костюмах нечего уж и говорить но появились эти как их трамвай автомобили автобусы почтительно подсказал фагот публика внимательно слушала этот разговор полагая что он является прелюдией к магическим фокусом кулисы были забиты артистами и рабочими сцены и между их лицами виднелось напряженное бледное лицо римского физиономия бенгальского приютившийся сбоку сцены начала выражать недоумение он чуть-чуть приподнял бровь и воспользовавшись паузой заговорил иностранный артист выражает свое восхищение москвой выросший в техническом отношении а также и москвичами тут бенгальский дважды улыбнулся сперва партеру а потом галереи воланд фагот и кот повернули голову в сторону конферансье разве я выразил восхищение спросил маку фагота никак нет миссер вы никакого восхищения не выражали ответил тот так что же говорит этот человек а он попросту соврал звучно на весь театр сообщил клетчатый помощник и обратясь к бенгальскому прибавил поздравляю вас гражданин совранши с галерки плеснула с мешком а бенгальский вздрогнул и выпучил глаза но меня конечно не столько интересуют автобусы телефоны и прочее аппаратура подсказал клетчатый совершенно верно благодарю медленно говорил мак тяжелым басом сколько гораздо более важный вопрос изменились ли эти горожане внутренне да это важнейший вопрос сударь в кулисах стали приглядываться и пожимать плечами бенгальский стоял красный а римский был бледен но тут как бы отгадав начавшуюся тревогу мак сказал однако мы заговорились дорогой фагот а публика начинает скучать покажи для начала что-нибудь простенькое зал облегченно шевельнулся фагот и кот разошлись в разные стороны по рампе фагот щелкнул пальцами залихватский крикнул три четыре поймал из воздуха колоду карт стасовал ее и лентой пустил коту кот ленту перехватил и пустил ее обратно атласная змея фыркнула фагота раскрыл рот как птенец и всю ее карту за картой заглотал после этого кот раскланялся шаркнув правой задней лапой и вызвал неимоверный аплодисмент класс класс восхищенно кричали за кулисами а фагот ткнул пальцем в портер и объявил колода это теперь еще уважаемые граждане находится в седьмом ряду гражданина парчевского как раз между трехрублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об оплате алиментов гражданки зельковой в портере зашевелились начали привставать и наконец какой-то гражданин которого точно звали парчевским весь пунцовое от изумления извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух не знаю что с нею делать пусть она останется у вас на память прокричал фагот недаром же вы говорили вчера за ужином что кабы не покер то жизнь ваша в москве была бы совершенно не сносно стара шутка послышалась галерке этот партере из той же компании вы полагаете за орал фагот прищуриваясь на галерею в таком случае и вы в одной шайке с нами потому что она у вас в кармане на галерке произошло движение и послышался радостный голос верно у него тут тут стой да это червонцы сидящие в партере повернули головы на галерее какой-то сметенный гражданин обнаружил себя в кармане пачку перевязанную банковским способом с надписью на обложке одна тысяча рублей соседи навалились на него а он в изумлении ковырял ногтем обложку стараясь дознаться настоящий ли это червонцы или какие-нибудь волшебный ей богу настоящий червонцы кричали с галерки радостно сыграйте со мной в такую колоду весело попросил какой-то толстяк в середине партера аэк-плизир отозвался фагот но почему же с вами одним все примут горячее участие и скомандовал прошу глядеть вверх раз в руки у него показался пистолет он крикнул два пистолет сдернулся к верху он крикнул три сверкнула бухнула и тотчас же из-под купола ныряя между трапециями начали падать в зал белые бумажки они вертелись их разносила в стороны забивала на галерею откидывала в оркестр и на сцену через несколько секунд денежный дождь все густее достиг кресел и зрители стали бумажки ловить поднимались сотни рук зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки запах тоже не оставлял никаких сомнений это был ни с чем по прежде несравнимый запах только что отпечатанных денег сперва веселье а потом изумление хватило весь театр всюду гудело слово червонцы червонцы слышались восклицания ах-ах и веселый смех кое-кто уже ползал в проходе шаря под креслами многие стояли на сиденьях ловя вертлявые капризные бумажки на лицах милиции помаленьку стало выражаться недоумение а артисты без церемонии начали высовываться из-за кулис в билетаже послышался голос ты чего хватаешь это моя ко мне летела и другой голос да ты не толкайся тебя сам так толкану и вдруг послышалось плюха точно с билетаже появился шлем милиционера из билетаже кого-то повели вообще возбуждение возрастало и неизвестно во что бы все это вылилось если бы фагот не прекратил денежный дождь внезапно дунув в воздух двое молодых людей обвинявшись многозначительным веселым взглядом снялись с мест и примехонько направились в буфет в театре стоял гул у всех зрителей возбужденно блестели глаза да да неизвестно во что бы это вылилось если бы бенгальский не нашел в себе силы и не шевельнулся бы стараясь покрепче овладеть собой он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так вот граждане мы с вами видели случай так называемого массового гипноза чисто научный опыт как нельзя лучше доказывающий что никакой магии и чудес не существует попросим же маэстро воланда разоблачить нам этот опыт сейчас граждане вы увидите как эти якобы денежные бумажки исчезнут также внезапно как и появились тут он зааплодировал но в совершенном одиночестве и на лице при этом у него играла уверенная улыбка но в глазах этой уверенности отнюдь не было и скорее в них выражалась мольба публике речь бенгальского не понравилось наступило полное молчание которое было прервано клетчатым фаготом это опять таки случай так называемого вранья объявил он громким козлиным тенором бумажки граждане настоящие браво 300 ля вкнул бас где-то высоте между прочим этот тут фагот указал на бенгальского мне надоел суется все время куда его не спрашивают ложными замечаниями портит сеанс чтобы нам такое с ним сделать голову ему оторвать сказал кто-то сурово на галерке как вы говорите ась тотчас отозвался на это безобразное предложение фагот голову оторвать это идея бедемот закричал он коту делай и произошла невиданная вещь шерсть на черном коте стала дыбом и он раздирающим меокнул затем сжался в комок и как пантера махнул прямо на грудь бенгальскому оттуда перескочил на голову урча пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и дико взлыв в два поворота сорвал эту голову с полной шеи две с половиной тысячи человек в театре вскрикнули как один кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и манишку и фраг безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и села на пол в зале послышались истерические крики женщин кот передал голову фаготу тот за волосы поднял ее и показал публике и голова это отчаянно крикнула на весь театр доктора ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь грозно спросил фаготу плачущей головы я буду больше прохрипела голова ради бога не мучьте его вдруг покрывая гам прозвучал из лужи женский голос и маг повернул в сторону этого голоса лицо так что же граждане простить его что ли спросил фагот обращаясь к залу простить простить раздались вначале отдельные преимущественно женские голоса а затем они слились в один хор с мужскими как прикажете миссер спросил фаготу замаскированного ну что же задумчиво отозвался тот они люди как люди любят деньги но ведь это всегда было человечество любит деньги из чего бы те не были сделаны из кожи ли из бумаги из бронзы ли из золота ну легкомысленно ну что ж и милосердие иногда стучится в их сердца обыкновенные люди впрочем напоминают прежних квартирный вопрос только испортил их и громко приказал наденьте голову кот прицелившись поаккуратнее нахлобучил голову на шею и она точно села на свое место как будто никуда и не отлучалась и главное даже шрама на шее никакого не осталось кот лапами обмахнул фраг бенгальского и пластрон и с них исчезли следы крови фагот поднял сидящего бенгальского на ноги сунул ему в карман фрага пачку червонцев и выпроводил со сцены со словами катитесь отсюда без вас веселей бессмысленно оглядываясь и шатаясь конферансье добрел только до пожарного поста и там с ним сделалось худо он жалобно вскрикнул голова моя голова в числе прочих к нему бросился римский конферансье плакал ловил в воздухе что-то руками бормотал отдайте мою голову голову отдайте квартиру возьмите картины возьмите только голову отдайте курьер побежал за врачом бенгальского пробовали уложить на диван в уборную но он стал отбиваться сделался буен пришлось вызывать карету когда несчастного конферансье увозили римский побежал обратно на сцену и увидел что на ней происходят новые чудеса да кстати в это время или немножко раньше но только маг вместе со своим полинялым креслом исчез со сцены причем надо сказать что публика совершенно этого не заметила увлеченная теми чрезвычайными вещами которые развернул на сцене фагот а фагот спроводив пострадавшего конферансье объявил публике так так и реча когда этого надоедало сплавили давайте откроем дамский магазин и тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами возникли громадные зеркала с боков освещенной зеленоватыми трубками а межзеркал витрины и в них зрители веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские женские платья это в одних витринах а в других появились сотни дамских шляп и с перышками и без перышек и с пряжками и без них сотни же туфель черных белых желтых кожаных атласных замшевых и с ремешками и с камушками между туфель появились футляры и в них заиграли светом блестящие грани хрустальных флаконов горы сумочек из антилоповой кожи из замши и шелка а между ними целые груды чеканных золотых продолговатых футлярчиков которых бывает губная помада черт знает откуда взявшаяся рыжая девица вечернем черном туалете всем хорошая девица кабы не портил ее причудливый шрам на шее заулыбалась витрин хозяйской улыбкой фагот сладко ухмыляясь объявил что фирма совершенно бесплатно производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские модели и парижскую же обувь то же самое он добавил относительно сумочек духов и прочего код начал шаркать задней лапой передней и в то же время выделывая какие-то жесты свойственные швейцарам открывающим дверь девица хоть и с хрипотцой но сладко запела картаве а что-то малопонятное но судя по женским лицам в партере очень соблазнительная гарлен шанель номер 5 митсука нарсис ну а вечернее платье платье коктейль фагот извивался кот кланялся девица открывала стеклянные витрины прошу орал фагот без всякого стеснения церемоний публика волновалась но идти на сцену пока никто не решался но наконец какая-то брюнетка вышла из десятого ряда партера и улыбаясь так что ей мол решительно все равно и в общем наплевать прошла и по боковому трапу поднялась на сцену браво скричал фагот приветствую первую посетительницу бегем от кресла начнем с собой мадам брюнетка села в кресло и фагот тотчас выпалил на ковер перед нею целую груду туфель брюнетка сняла свою правую туфлю примерила сиреневую потопала в ковер осмотрела каблук а они не будут жать задумчиво спросила она на это фагот обиженно воскликнул что вы что вы и кот от обиды мяукнул я беру эту пару месье сказала брюнетка с достоинством надевая вторую туфлю старые туфли брюнетки были выброшены за занавеску и туда же проследовала и сама она в сопровождении рыжей девицы и фагота несшего на плечиках несколько модельных платьев код суетился помогал и для пущей важности повесил себе на шею сантиметр через минуту из-за занавески вышла брюнетка в таком платье что по всему портеру прокатился вздох храбрая женщина до удивительности похорошевшая остановилась в зеркало повела обнаженными плечами потрогала волосы на затылке и изогнулась стараясь заглянуть себе за спину фирма просит вас принять это на память сказал фагот и подал брюнетке открытый футляр с флаконом мэрси надменно ответила брюнетка и пошла по трапу в портер пока она шла зрители вскакивали прикасались к футляру и вот тут прорвало начисто и со всех сторон на сцену пошли женщины в общем возбужденном говори смешках и вздохах послышался мужской голос я не позволю тебе и женский деспот и мещанин не ломайте мне руку женщины исчезали за занавеской оставляя там свои платья и выходили в новых на табуретках золоченными ножками сидел целый ряд дам энергично топая в ковер заново обутыми ногами фагот становился на колени орудовал роговой надевалкой кот изнемогая под грудами сумочек и туфель таскался от витрины к табуретам и обратно девица с изуродованной шеей то появлялась то исчезала и дошла до того что уже полностью стала тарахтеть по-французски и удивительно было то что ее с полуслова понимали все женщины даже те из них что не знали ни одного французского слова общее изумление вызвал мужчина затесавшийся на сцену он объявил что у его супруги грипп и что он поэтому просит передать ей что-нибудь через него в доказательство же того что он действительно женат гражданин был готов предъявить паспорт заявление заботливого мужа было встречено хохотом фагот проорал что верит как самому себе и без паспорта и вручил гражданину две пары шелковых чулок кот от себя добавил футлярчик с помадой опоздавшие женщины рвались на сцену со сцены текли счастливец и в бальных платьях в пижамах с драконами в строгих визитных костюмах шляпочках надвинутых на одну бровь тогда фагот объявил что за поздним временем магазин закрывается до завтрашнего вечера ровно через одну минуту и неимоверная суета поднялась на сцене женщины наскоро без всякой примерки хватали туфли однако буря ворвалась за занавеску сбросила там свой костюм и владела первым что повернулась шелковым громадных букетах халатом и кроме того успела подцепить два футляра духов ровно через минуту грянул пистолетный выстрел зеркала исчезли провалились витрины и табуретки ковер растаял в воздухе также как и занавеска последние исчезла высоченная гора старых платьев и обуви и сцена стала опять строга и пуста и вот здесь в дело вмешалось новое действующее лицо приятный звучный очень настойчивый баритон послышался из ложе номер два все-таки желательно гражданин артист чтобы вы незамедлительно разоблачили перед зрителями технику ваших фокусов особенности фокус с денежными бумажками желательно также и возвращение конференсье на сцену судьба его волнует зрителей баритон принадлежал никому иному как почетному гостю сегодняшнего вечера аркадию аполлоновича симплиярову председателю акустической комиссии московских театров аркадий аполлонович помещался в ложе с двумя дамами пожилой дорого и модно одета и другой молоденькой хорошенькой одетой попроще первая из них как вскоре выяснилось при составлении протокола была супругой аркадия аполлоновича а вторая дальнеродственница его начинающий подающий надежды актрисой приехавший из саратова и проживающий на квартире аркадия аполлоновича и его супруги пардон отозвался фагот я извиняюсь здесь разоблачать нечего все ясно нет виноват разоблачение совершенно необходимо без этого ваши блестящие номера ставят тягостное впечатление зрительская масса требует объяснения зрительская масса перебил симплиярова наглый гайер как будто ничего не заявляла но принимая во внимание ваши глубоко уважаемые желания аркадий аполлонович я так и быть произведу разоблачение но для этого разрешите еще один крохотный номерок отчего же покровительственно ответил аркадий аполлонович но непременно с разоблачением слушаясь слушаясь и так позвольте вас спросить где вы были вчера вечером аркадий аполлонович при этом неуместном и даже пожалуй хамском вопросе лицо аркадий аполлоновича изменилась весьма сильно изменилась аркадий аполлонович вчера вечером был на заседании акустической комиссии очень надменно заявила супруга аркадий аполлоновича но я не понимаю какое отношение это имеет к магии ой мадам подтвердил фагот натурально вы не понимаете насчет же заседания вы в полном заблуждении выехав на упомянутое заседание каково я к слову говоря и назначено то вчера не было аркадий аполлонович отпустил своего шофера у здания акустической комиссии на чистых прудах весь театр затих и сам на автобусе поехал на елоховскую улицу в гости к артистке разъездного районного театра милиции андреевне пока батько и провел у нее в гостях около четырех часов ой страдальческий воскликнул кто-то в полной тишине молодая же родственница аркадия аполлоновича вдруг расхохоталась низким и страшным смехом все понятно воскликнула она и я давно уже подозревала это теперь мне ясно почему эта бездарность получила роль луизы и внезапно размахнувшись коротким и толстым лиловым зонтиком она ударила аркадия аполлоныча по голове подлый же фаготы он же короев прокричал вот почтенные граждане один из случаев разоблачения которого так назойливо добивался аркадий аполлоныч как смело ты негодяйка коснуться аркадия аполлоныча грозно спросила супруга аркадия полотча поднимаясь в ложе во весь свой гигантский рост второй короткий прилив сатанинского смеха владел молодой родственницей уж кто-кто ответила на хохоча а я уж смею коснуться и второй раз раздался сухой треск зонтика отскочившего от головы аркадий аполлоныча милиция взять ее таким страшным голосом прокачала супруга симплиярова что у многих похолодели сердца а тут еще кот выскочил крампи и вдруг рявкнул на весь театр человеческим голосом сеанс окончен маэстро урежте марш а полумевший дирижер не отдавая себе отчета в том что делает взмахнул палочкой оркестр не заиграл и даже не грянул и даже не хватило именно по омерзительному выражению кота урезал какой-то невероятный ни на что не похожий по развязности своей марш на мгновение почудилось что будто слышны под южными звездами в кафе шантане какие-то малопонятные но разудалые слова этого марша и его превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц а может быть не было никаких этих слов а были другие на эту же музыку какие-то неприличные крайне важно не это а важно то что в варьете после всего этого началось что-то вроде столпотворения вавилонского к семплеяровской ложе бежала милиция на барьер лезли любопытные слышались адские взрывы хохота бешеные крики заглушаемые золотым звоном тарелок из оркестра и видно было что сцена внезапно опустела и что надувала фагот ровно как и наглый котяра бегемот растаяли в воздухе исчезли как раньше исчез маг в кресле спаленявший обивкой и так неизвестный погрозил ивану пальцем и прошептал иван опустил ноги с постели и всмотрелся с балкона осторожно заглядывал в комнату бритый темноволосый с острым носом с тревожными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми убедившись в том что иван один и прислушавшись таинственный посетитель осмелел и вошел в комнату тут увидел иван что пришедший одет в больничное на нем было белье туфли на босу ногу на плечи наброшен бурый халат пришедший подмигнул ивану спрятал в карман связку ключей шепотом осведомился можно присесть и получив утвердительный кивок поместился в кресле как же вы сюда попали повинуясь сухому грозящему пальцу шепотом спросил иван ведь балконные да решетки на замках решетки то на замках подтвердил гость но просковья федоровна милейший но увы рассеянный человек я стащил у нее месяц тому назад связку ключей и таким образом получил возможность выходить на общий балкон а он тянется вокруг всего этажа и таким образом иногда навестить соседа раз вы можете выходить на балкон то вы можете удрать или высоко заинтересовался иван нет твердо ответил гость я не могу удрать отсюда не потому что высоко а потому что мне удирать некуда и после паузы он добавил и так сидим сидим ответил иван вглядываясь в каре очень беспокойные глаза пришельца да тут гость вдруг стревожился но вы надеюсь не буйны а то я знаете ли не выношу шума возни и насилия и всяких вещей в этом роде в особенности ненавистен мне людской крик будь то крик страдания ярости или иной какой-нибудь крик успокойте меня скажите вы не буйный вчера в ресторане я одному типу по морде засветил мужественно признался преображенный поэт основание строго спросил гость ты признаться без основания сконфузившись ответил иван безобразие судил гость ивана и добавил а кроме того что это вы так выражаетесь по морде засветил ведь неизвестно что именно имеется у человека морда или лицо и пожалуй ведь все таки лицо так что знаете ли кулаками нет уж это вы оставьте и навсегда отчитав таким образом ивана гость осведомился профессия поэт почему-то неохотно признался иван пришедший огорчился ох как мне не везет воскликнул он но тут же спохватился извинился и спросил а как ваша фамилия бездомный сказал гость морщись а вам что же мои стихи не нравятся с любопытством спросил иван ужасно не нравится а вы какие читали никаких я ваших стихов не читал нервно воскликнул посетитель а как же вы говорите тогда ну что же тут такого ответил гость как будто я других не читал ну хорошо я готов принять на веру хороши ваши стихи скажите сами чудовищные вдруг смело и откровенно произнес иван и пишите больше попросил пришедший умоляюще обещаю и клянусь торжественно произнес иван клятву скрепили рукопожатием и тут из коридора донеслись мягкие шаги и голоса шепнул гость и выскочив на балкон закрыл за собой решетку заглянула просковья федоровна спросила как иван себя чувствует и желает ли он спать в темноте или со светом иван попросил свет оставить и просковья федоровна удалилась пожелав больному спокойной ночи и когда все стихло вновь вернулся гость он шепотом сообщил ивану что 119 комнату привезли новенького какого-то толстяка с багровой физиономии все время бормочущего что-то про какую-то валюту вентиляции клянущегося что у них на садовой поселилась нечистая сила пушкина ругает на чем свет стоит и все время кричит куролесов бис бис говорил гость тревожно дергаясь успокоившись он сел и сказал а впрочем бог с ним и продолжил беседу с иваном так из-за чего же вы попали сюда из-за понтия пилата хмуро глянув пол ответил иван как забыв осторожность крикнул гость и сам себе зажал рот рукой потрясающе совпадение умоляю умоляю расскажите почему-то испытывает доверие к неизвестному иван первоначально запиная серобея а потом осмелев начал рассказывать вчерашнюю историю на патриарших прудах да благодарного слушателя получил иван николаевич в лице таинственного похитителя ключей гость нередил иванов сумасшедшие проявлял величайший интерес к рассказываемому и по мере развития этого рассказа наконец пришел восторг он то и дело прерывал ивана восклицаниями ну ну дальше дальше умоляю вас но только ради всего святого не пропускайте ничего иван ничего и не пропускал ему самому было так легче рассказывать и постепенно добрался до того места как понти пилат в белой мантии с кровавым подбоем вышел на балкон тогда гость молитвенно сложил руки и прошептал о как я угадал о как я все угадал описание ужасной смерти берлиоза слушающий сопроводил загадочным замечанием причем глаза его вспыхнули злобой об одном жалею что на месте этого берлиоза не было критика латунского или литератора мстислава лавровича и иступленно но беззвучно вскричал дальше кот плативший кондукторши чрезвычайно развеселил гостей он давился от тихого смеха глядя как взволнованный успехом своего повествования иван тихо прыгал на корточках изображая кота с гривенником возле усов и вот рассказав про происшествие в грибоедове загрустив и затуманившись иван закончил я и оказался здесь гость сочувственно положил руку на плечо бедного поэта и сказал так несчастный поэт но вы сами голубчик во всем виноваты нельзя было держать с ним столь развязно себя и даже нагловато вот вы и поплатились и надо еще сказать спасибо что все это обошлось сравнительно дешево так тоже он наконец такой возбуждение потрясая кулаками спросил иван гость вглядялся в ивана и ответил вопросом а вы не впадете в беспокойство мы все здесь люди ненадежные вызова врача уколов и прочей возни не будет нет нет воскликнул иван скажите кто он такой ну хорошо ответил гость и веской раздельно сказал вчера на патриарших прудах вы встретились сатаной иван не впал беспокойство как и обещал но был все таки сильнейшим образом ошарашен не может быть его не существует помилуйте уж кому кому но не вам это говорить вы были одним по-видимому из первых кто от него пострадал сидите как сами понимаете в психиатрической лечебнице а все толкуете о том что его нет право это странно сбитый с толку иван замолчал лишь только вы начали его описывать продолжал гость я уже стал догадываться с кем вы вчера имели удовольствие беседовать и право я удивляюсь берлиозу но вы конечно человек девственный тут гость опять извинился но тот сколько я не услышал все таки хоть что-то читал первые же речи этого профессора рассеяли всякие мои сомнения его нельзя не узнать мой друг впрочем вы вы меня опять таки извините ведь я не ошибаюсь вы человек невежественный бесспорно согласился неузнаваемый иван ну вот ведь даже лицо которое вы описывали разные глаза брови простите может быть вы впрочем даже оперы фауст не слыхали иван почему-то страшнейшим образом сконфузился и с пылающим лицом что-то начал бормотать про какую-то поездку в санатории в ялту ну вот ну вот неудивительно а берлиоз повторяю меня поражает он человек не только начитанный но и очень хитрый хотя защиту его я должен сказать что конечно волонт может запорошить глаза и человеку похитрее как в свою очередь крикнул иван тише иван с размаху шлепнул себя ладонью полбу и засипел понимаю понимаю у него буква в было на визитной карточке а я вот так штука он помолчал некоторое время в смятении всматриваясь в луну плывущую за решеткой и заговорил так он стало быть действительно мог быть у понтия пилата ведь он уже тогда родился а меня сумасшедшим называют прибавила ван в возмущении указывая на дверь горькая складка обозначилась у губу гостя будем глядеть правде в глаза и гость повернул свое лицо в сторону бегущего сквозь облака ночного светила и вы и я сумасшедшие чё отпираться видите ли он вас потряс и вы свихнулись так как у вас очевидно подходящая для этого почва но то что вы рассказываете бесспорно было в действительности но это так необыкновенно что даже стравинский гениальный психиатр вам конечно не поверил он смотрел вас иван кивнул ваш собеседник был и у пилата и на завтраки у канта а теперь он навестил москву то ведь он тут черт знает что натворит как-нибудь надо его изловить не совсем уверенно но все же поднял голову в новом иване прежний еще не окончательно добитый иван вы уже пробовали будет с вас иронически отозвался гость и другим тоже пробовать не советую а что натворит это уж будьте благонадежны ах но до чего мне досадно что встретились с ним вы а не я хоть все и перегорело и угли затянулись пеплом все же клянусь что за эту встречу я отдала связку ключей проско и федоровны ибо мне больше нечего отдавать я нищий а зачем он вам понадобился гость долго грустил и дергался на конец заговорил видите ли какая странная история я здесь сижу из-за того же что и вы именно из-за понтия пилата тут гость пугливо оглянулся и сказал дело в том что год тому назад я написал о пилате роман вы писатель с интересом спросил поэт гость потемнел лицом и погрозил ивану кулаком потом сказал я мастер он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой м он надел эту шапочку и показался ивану в профиль и фас чтобы доказать что он мастер она своими руками шила ее мне таинственно добавил он а как ваша фамилия у меня нет больше фамилии с мрачным презрением ответил странный гость я отказался от нее как и вообще от всего в жизни забудем они так вы хоть про романа расскажите деликатно попросил иван извольтесь история моя действительно не совсем обыкновенная начал гость историк по образованию он еще два года тому назад работал в одном из московских музеев а кроме того занимался переводами с какого языка с интересом спросил иван я знаю пять языков кроме родного ответил гость английский французский немецкий латинский и греческий но немножко еще читаю по-итальянски и что и завистливо шепнул иван жил историк одиноко не имея нигде родных и почти не имея знакомых в москве и представьте однажды выиграл 100 тысяч рублей вообразите мое изумление шептал гость черной шапочки когда я сунул руку в корзину с грязным бельем и смотрю на ней тот же номер что и в газете облигацию пояснил гость мне в музее дали выиграв 100 тысяч загадочный гость ивана поступил так купил книг бросил свою комнату на мясницкой проклятая дыра прорычал гость и нанял у застройщика в переулке близ арбата вы знаете что такое застройщики спросил гостью ивана и тут же пояснил это немногочисленная группа жуликов которая каким-то образом уцелела в москве нанял у застройщика две комнаты в подвале маленького домика в садике службу в музее бросил и начал сочинять роман о понтии пилате ах это был золотой век блестя глазами шептала рассказчик совершенно отдельная квартирка и еще передняя и в ней раковина с водой почему-то особенно горделиво подчеркнул он маленькие оконцы над самым тротуарчиком ведущим от калитки напротив в четырех шагах под забором сири и липа и клен ах-ах зимой я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ними и в печке у меня вечно пылал огонь но внезапно наступила весна и сквозь мутные стекла увидел я сперва голый а затем одевающийся в зелень кусты сирени и вот тогда то прошлой весной случилось нечто гораздо более восхитительное чем получение ста тысяч рублей а это согласитесь громадная сумма денег это верно признал внимательно слушающий иван я открыл оконце и сидел во второй совсем малюсенькой комнате гость стал отмеривать руками так вот диван а напротив другой диван а между ними столик и на нем прекрасная ночная лампа а к окошку ближе книги и тут маленький письменный столик а в первой комнате громадная комната 14 метров книги книги и печка ах какая у меня была обстановка необыкновенно пахнет сирень и голова моя остановилась легкое от утомления и пилат летел к концу белая мантия красный подбой понимаю восклицал иван именно так пилат летел к концу концу я уже знал что последними словами романа будут пятый прокуратор и уйдеев садник понтий пилат ну натурально я выходил гулять сто тысяч громадная сумма и у меня был прекрасный серый костюм или отправлялся обедать в какой-нибудь дешевый ресторан на арбате был чудесный ресторан не знаю существует ли он теперь тут глаза гостя широко открылись и он продолжал шептать глядя на луну она несла в руках отвратительные тревожные желтые цветы черт их знает как их зовут но они первые почему-то появляются в москве и эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весенним пальто она несла желтые цветы нехороший цвет она повернулась тверской переулок и тут обернулась тверскую вы знаете по тверской шли тысячи людей но я вам ручаю что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно а даже как будто болезненно и меня поразила не столько ее красота сколько необыкновенное никем не виданное одиночество в глазах повинуясь этому желтому знаку я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам мы шли по кривому скучному переулку безмолвно я по одной стороне она по другой и не было вообразите в переулке ни души я мучился потому что мне показалось что с нею необходимо говорить и тревожился что я не вымолвлю ни одного слова она уйдет я никогда ее больше не увижу и вообразите внезапно заговорила она нравится ли вам мои цветы я отчетливо помню как прозвучал ее голос низкий довольно-таки но со срывами и как это не глупо показалось что эхо ударило в переулке отразилось от желтой грязной стены я быстро перешел на ее сторону и подходя к ней ответил нет она поглядела на меня удивленно а я вдруг и совершенно неожиданно понял что я всю жизнь любил именно эту женщину вот так штука а вы конечно скажете сумасшедший ничего я не говорю воскликнул иван и добавил умоляю дальше и гость продолжал да она поглядела на меня удивленно а затем поглядев спросила так вы вообще не любите цветов в голосе и было как мне показалось враждебность я шел с нею рядом стараясь идти в ногу и к удивлению моему совершенно не чувствовал себя стесненным нет я люблю цветы но только не такие сказал я а какие я розы люблю тут я пожалел о том что сказал это потому что она виновата улыбнулась и бросила свои цветы в канаву растерявшись немного я все-таки поднял их и подал ей но она усмехнувшись оттолкнула цветы я понес их в руках так шли молча некоторое время пока она не вынула у меня из рук цветы не бросила их на мостовую затем продела свою руку в черной перчатке с раструбом в мою и мы пошли рядом дальше сказал иван и не пропускайте пожалуйста ничего дальше переспросил гость что же дальше вы могли бы и сами угадать он вдруг вытер неожиданную слезу правым рукавом и продолжал любовь выскочила перед нами как из-под земли выскакивает убийца в переулке и поразила сразу нас обоих так поражает молния так поражает финский нож она то впрочем утверждала впоследствии что это не так что любили мы конечно друг друга давным давно не знаю друг друга никогда не видя и что она жила с другим человеком и я там тогда с этой как ее с кем спросил бездомный с этой но этой ответил гость и защелкал пальцами вы были женаты ну да вот же я и щелкаю на этой вареньки манечки нет вареньки еще платье полосатые музей впрочем я не помню так вот она говорила что желтыми цветами в руках она вышла в тот день чтобы я наконец ее нашел и что если бы этого не произошло она отравилась бы потому что жизнь ее пуста да любовь поразила нас мгновенно я это знал в тот же день уже через час когда мы оказались не замечая города у кремлевской стены на намережной мы разговаривали так как будто расстались вчера как будто знали друг друга много лет на другой день мы сговорились встретиться там же на москве реке и встретились майское солнце светило нам и скоро скоро стала эта женщина моей тайной женой она приходила ко мне каждый день а ждать я начинал ее с утра ожидание это выражалось в том что я переставлял на столе предметы за десять минут я садился к концу и начинал прислушиваться не стукнет ли ветхая калитка и как курьезно до встречи моей с ней в наш дворик мало кто приходил просто сказать никто не приходила теперь мне казалось что весь город устремился в него стукнет калитка стукнет сердце и вообразите на уровне моего лица за оконцем описательно чьи нибудь грязные сапоги точильщик ну кому нужен точильщик в нашем доме что точить какие ножи она входила в калитку один раз и биение сердца до этого я испытывал не менее десяти я не лгу а потом когда приходил ее час и стрелка показывала полдень оно даже и не переставало стучать до тех пор пока без стука почти совсем бесшумно не равнялись с окном туфли с черными замшевыми накладными бантами стянутыми стальными пряжками иногда она шалила и задерживалась у второго оконца постукивала носком стекло я в ту же секунду оказывался у этого окна но исчезала туфля черный шелк заслоняющий свет исчезал я шел открывать ей никто не знал о нашей связи за это я вам ручаюсь хотя так никогда и не бывает не знал ее муж не знали знакомые в стареньком особнячке где мне принадлежал этот подвал знали конечно видели что ко мне приходит какая-то женщина но имени ее не знали а кто она такая спросил иван высшей степени заинтересованной любовной историей гость сделал жест означавший что он никогда и никому этого не скажет и продолжал свой рассказ ивану стало известным что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко что стали совершенно неразлучны иван представлял себе ясно уже и две комнаты в подвале особнячка в которых были всегда сумерки из-за сирени и забора красную потертую мебель бюро на нем часы извиневшие каждые полчаса и книги книги от крашеного пола до закопченного потолка и печку иван узнал что гость его и тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению что столкнула их на углу тверской переулка сама судьба и что созданы они друг для друга навек иван узнал из рассказа гостя как проводили день возлюбленные она приходила и первым долгом надевала фартук и в узкой передню где находилась та самая раковина который гордился почему-то бедный больной на деревянном столе зажигала керосинку и готовила завтрак и накрывала его в первой комнате на овальном столе когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон шум накатилась под воротню вода угрожая залить последний приют влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель от картофеля валил пар черная картофельная шелуха пачкала пальцы в подвальчике слышался смех деревья в саду сбрасывали себя после дождя обломанные веточки белые кисти когда кончились грозы и пришло душное лето в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы тот кто называл себя мастером работал а она запустив волосы тонкие с остро отточенными ногтями пальцы перечитывал написанное а перечитав шила вот эту самую шапочку иногда она сидела на корточках у нижних полок или стояла на стуле у верхних и тряпкой вытирала сотни пыльных корешков она сулила славу она подгоняла его и вот тут то стала называть его мастером она дожидалась этих обещанных уже последних слов о пятом прокураторе иудеи нараспев и громко повторяла отдельные фразы которые ей нравились и говорила что в этом романе ее жизнь он был дописан в августе месяце был отдан какой-то безвестной машинистки это перепечатала его в пяти экземплярах и наконец настал час когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь я вышел в жизнь держа его в руках и тогда моя жизнь кончилась прошептал мастер и по ним головой и долго качалась печальная черная шапочка желтой буквой м он повел дальше свой рассказ но тот стал несколько бессвязен можно было понять только одно что тогда с гостем ивана случилась какая-то катастрофа я впервые попал в мир литературы но теперь когда уже все кончилось гибель моя на лицо вспоминаю о нем с ужасом торжественно прошептал мастер и поднял руку да он чрезвычайно поразил меня ах как поразил кто чуть слышно шепнул ванна опасаясь перебивать взволнованного рассказчика да редактор я же говорю редактор да так он прочитал он смотрел на меня так как будто у меня щека была раздута флюсом как-то косился в угол и даже сконфужно хихикнул он без нужды имел манускрипт и крякал вопросы которые он мне задавал показались мне сумасшедшими не говоря ничего по существу романа он спрашивал меня о том кто я таков и откуда я взялся давно ли я пишу и почему обо мне ничего не было слышно раньше и даже задал с моей точки зрения совсем идиотский вопрос кто это меня надоумил сочинять роман на такую странную тему наконец он мне надоел и я спросил его напрямик будет ли он печатать роман или не будет тут он засуетился начал что-то мямлить и заявил что самолично решить этот вопрос он не может что с моим произведением должны ознакомиться другие члены редакционной коллегии именно критики латунский и ариман и литератор мистислав лаврович он просил меня прийти через две недели я пришел через две недели и был принят какой-то девицей со скошенными к носу от постоянного вранья глазами это лапшеникова секретарь редакции усмехнувшись сказал иван хорошо знающий тот мир который так гневно описывал его гость может быть отрезал тот так вот от нее я получил свой роман уже порядочно засаленный растрепанный стараясь не попадать своими глаза в мои лапшеникова сообщила мне что редакция обеспечена материалами на два года вперед и что поэтому вопроса на печатание моего романа как она выразилась отпадает что я помню после этого бормотал мастер потирая висок до осыпавшиеся красные лепестки на титульном листе и еще глаза моей подруги да эти глаза я помню рассказ ванова гость остановился все путани и все более наполнялся какими-то недомолвками он говорил что-то про косой дочь и отчаяния в подвальном приюте о том что ходил куда-то еще шепотом вскрикивал что она она которая толкала его на борьбу ничуть не виновата он ее ни в чем не винит помню помню этот проклятый вкладной лист в газету бормотал гость рисуя двумя пальцами рук в воздухе газетный лист и иван догадался из дальнейших путаных фраз что какой-то другой редактор напечатал большой отрывок из романа того кто называл себя мастером по словам его прошло не более двух дней как в другой газете появилась статья критика аримана которая называлась враг под крылом редактора в которой говорилось что иванов гость пользуясь беспечностью и невежеством редактора сделал попытку протащить в печать апологию иисуса христа а помню помню вскричал иван но я забыл как ваша фамилия оставим повторяю мою фамилию и нет больше ответил гость дело не в ней через день в другой газете за подписью мстислава лавровича обнаружилась другая статья где автор ее предполагал ударить и крепко ударить по пелатчине и тому богомазу который вздумал протащить опять это проклятое слово ее в печать остолбенев от этого слова пелатчина я развернул третью газету здесь было две статьи одна латунского а другая подписанная буквами н и уверяю вас что произведение аримана и лавровича могли считаться шутку и по сравнению с написанным латунским достаточно вам сказать что называлась статья латунского воинствующий старообрядец я так увлекся чтением статьи о себе что не заметил как она дверь я забыл закрыть предстала передо мной с мокрым зонтиком в руках и мокрыми же газетами глаза и источали огонь руки дрожали и были холодны сперва она бросилась меня целовать потом хриплым голосом и стуча рукой по столу сказала что она травит латунского иван как-то сконфуженно покряхтел но ничего не сказал настали совершенно безрадостные дни роман был написан больше делать было нечего и мы оба жили тем что сидели на коврике на полу у печки и смотрели на огонь впрочем теперь мы больше расставались чем раньше она стала уходить гулять а со мной случилась оригинальность как нередко бывало в моей жизни у меня неожиданно завелся друг да да представьте себе я в общем не склонен сходиться с людьми обладают чертовой странности схожу с людьми туго недоверчив подозрителен и представьте себе при этом обязательно ко мне проникнет в душу кто-нибудь непредвиденный неожиданный внешне то черт знает на что похожий и он-то мне больше всех и понравится так вот в то проклятое время открылась калиточка нашего садика денек еще помню был такой приятный осенний и и не было дома и в калиточку вошел человек он прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомства отрекомендовался он мне журналистом понравился мне до того вообразите что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем дальше больше он стал заходить ко мне я узнал что он холост что живет рядом со мной примерно в такой же квартирке но что ему тесно там и прочее к себе как-то не звал жене моей он не понравился до чрезвычайности но я заступился за него она сказала делай как хочешь но говорю тебе что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее я рассмеялся да но чем собственно говоря он меня привлек дело в том что вообще человек без сюрприза внутри в своем ящике не интересен а такой сюрприз в своем ящике алоизе да я забыл сказать что моего нового знакомого звали алоизе могарыч имел именно нигде до того я не встречал и уверена что нигде не встречу человека такого ума каким обладал алоизе если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете алоизе объяснял мне ее буквально в одну минуту причем видно было что объяснение это ему не стоило ровно ничего то же самое с жизненными явлениями и вопросами но этого было мало покорил меня алоизе своей страстью к литературе он не успокоился до тех пор пока не упросил меня прочесть ему мой роман весь от корки до корки причем о романе он отозвался очень лестно но с потрясающей точностью как бы присутствуя при этом рассказал мне все замечания редактора касающиеся этого романа он попадал и ста раз сто раз кроме того он совершенно точно объяснил мне и я догадывался что это безошибочно почему мой роман не мог быть напечатан он прямо говорил глава такая-то идти не может статьи не прекращались над первыми из них я смеялся но чем больше их появлялась тем более менялась мое отношение к ним второй стадии была стадия удивления что-то на редкость фальшивая и неуверенная чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей несмотря на их грозный и уверенный тон мне все казалось я не мог от этого отделаться что авторы этих статей говорят не то что они хотят сказать и что их ярость вызывается именно этим а затем представьте себе наступила третья стадия страха нет не страха этих статей поймите а страха перед другими совершенно не относящимся к ним или роману вещами так например я стал бояться темноты словом наступила стадия психического заболевания стоило мне перед сном потушить лампу в маленькой комнате как мне казалось что через окон со хотя она была и закрыта влезет какой-то спрут с очень длинными холодными щупальцами и спать мне пришлось с огнем моя возлюбленная очень изменилась про спрута я и конечно не говорил но она видела что со мной творится что-то неладное похудела и побледнела перестала смеяться и все просила меня простить ее за то что она советовала мне чтобы я напечатал отрывок она говорила чтобы я бросив все уехал на юг черному морю и стратив на эту поездку все оставшиеся от ста тысяч деньги она была очень настойчива а я чтобы не спорить что-то подсказывал мне что не придется уехать к черному морю обещал ей это сделать на днях но она сказала что она сама возьмет мне билет тогда я вынул все свои деньги то есть около десяти тысяч рублей и отдал ей зачем так много удивилась она я сказал что-то вроде того что боюсь воров и прошу ее поберечь деньги до моего отъезда она взяла их уложила в сумочку стала целовать меня и говорить что ей легче было бы умереть чем покидать меня в таком состоянии одного но что ее ждут что она покоряется необходимости что придет завтра она умоляла меня больше ничего не бояться это было в сумерке в половине октября и она ушла я лег на диван и заснул не зажигая лампы проснулся я от ощущения что спрут здесь шаря в темноте я еле сумел зажечь лампу карманные часы показывали два часа ночи я лег заболевающим а проснулся больным мне вдруг показалось что осенняя тьма выдавит стекла вольется в комнату я захлебнусь в ней как в чернилах я стал человеком который уже не владеет собой я вскрикнул и у меня явилась мысль бежать кому-то хотя бы к моему застройщику наверх я боролся с собой как безумный у меня хватило сил добраться до печки разжечь в ней дрова когда они затрещали и дверца застучала мне будто как-то стало немного легче я кинулся в переднюю и там зажег свет нашел бутылку белого вина откупорил ее и стал пить прямо из горлышка от этого страх притупился несколько настолько по крайней мере что я не побежал к застройщику и вернулся к печке я открыл дверцу так что жар начал обжигать мне лицо и руки и шептал догадайся что со мной случилась беда приди 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 но никто не шел в печке ревел огонь в окнах листал дождь тогда случилось последнее я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их сжечь это страшно трудно делать потому что исписанная бумага горит неохотно ломая ногти я раздирал тетради стаймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы пепел по временам одолевал меня душил пламя но я боролся с ним и роман упорно сопротивляясь все же погибал знакомые слова мелькали передо мной желтизна неудержимо поднималась снизу вверх по страницам но слова все-таки проступали и на ней они пропадали лишь тогда когда бумага чернела и я кочергой яростно добивал их в это время в окно кто-то стал царапаться тихо сердце мое прыгнуло и я погрузив последнюю тетрадь в огонь бросился отворять кирпичные ступеньки вели из подвала к двери во двор спотыкаясь и подбежал к ней тихо спросил кто там голос ее голос ответил мне это я не помню как я совладал с цепью и ключом лишь только она шагнула внутрь она припала ко мне вся мокрая с мокрыми щеками и развившимися волосами дрожащие я мог произнести только слово ты ты и голос мой прервался и мы побежали вниз она освободилась передняя от пальто и мы быстро вошли в первую комнату тихо вскрикнув она голыми руками выбросила из печки на пол последнее что там оставалось пачку которая занялась снизу дым наполнил комнату сейчас же я ногами затоптал огонь а она повалилась на диван и заплакала неудержимо и судорожно когда она утихла я сказал я возненавидел этот роман и я боюсь я болен мне страшно она поднялась и заговорила боже как ты болен за что это за что но я тебя спасу я тебя спасу что же это такое я видел ее вспухшие от дыму и плача глаза чувствовал как холодные руки гладят мне лоб я тебя вылечу вылечу бормотала она впиваясь мне в плечи ты восстановишь его зачем зачем я не оставила у себя один экземпляр она оскалилась от ярости что-то еще говорила невнятно затем сжав губы она принялась собирать и расправлять обгоревшие листы это была какая-то глава из середины романа не помню какая она аккуратно сложила обгоревшие листки завернула их бумагу перевязала лентой все ее действия показывали что она полна решимости что она овладела собой она потребовала вина и выпив заговорила спокойнее вот как приходится платить за ложь говорила она и больше я не хочу лгать я осталась бы у тебя сейчас но мне не хочется это делать таким образом я не хочу чтобы у него навсегда осталось в памяти что я убежала от него ночью он не сделал мне никогда никакого зла его вызвали внезапно у них на заводе пожар но он вернется скоро я объясню с ним завтра утром скажу что люблю другого и навсегда вернусь к тебе ответь мне ты может быть не хочешь этого бедная моя бедная сказал я ей я не допущу чтобы ты это сделала со мной будет нехорошо я не хочу чтобы ты погибала вместе со мной только эта причина спросила она и приблизила свои глаза к моим только это она страшно оживилась припала ко мне обвиваемую шею и сказала я погибаю вместе с тобою утром я буду у тебя и вот последнее что я помню в моей жизни это полоску света из моей передней и в этой полосе света развившуюся прядь ее берет ее полной решимости глаза еще помню черный силуэт на пороге наружной двери и белый сверток я проводил бы тебя но я уже не в силах идти один обратно я боюсь не бойся потерпи несколько часов завтра утром я буду у тебя это и были ее последние слова в моей жизни вдруг сам себя прервал больной и поднял палец беспокойная сегодня лунная ночь он скрылся на балконе иван слышал как проехали колесики по коридору кто-то вскликнул или вскрикнул слабо когда все затихло гость вернулся и сообщил что 120 комната получила жильца привезли кого-то который просит вернуть ему голову оба собеседника помолчали в тревоге но успокоившись вернулись к прерванному рассказу гость раскрыл было рот но ночка точно была беспокойная голоса еще слышались в коридоре и гость начал говорить ивану на ухо так тихо что то что он рассказал стало известно одному поэту только за исключением первой фразы после того как она покинула меня ко мне в окна постучали то о чем рассказывал больной на ухо по-видимому очень волновало его судороги то и дело проходили по его лицу в глазах его плавала металл со страх и ярость а рассказчик указывал рукой куда-то в сторону луны которая давно уже ушла с балкона лишь тогда когда перестали доноситься всякие звуки извне гость отодвинулся от ивана и заговорил погромче да так вот в половине января ночью в том же самом пальто но с оборонными пуговицами я жался от холода в моем дворике сзади меня были сугробы скрывшие кусты сирени а впереди меня и внизу слабенько освещенные закрытые шторами мои оконца я припал к первому из них и прислушался в комнатах моих играл патефон это все что я расслышал но разглядеть ничего не мог постояв немного я вышел за калитку в переулок в нем играла метель метнувшийся ко мне под ноги собака испугала меня и перебежал от нее на другую сторону холод и страх ставший моим постоянным спутником доводили меня до иступления идти мне было некуда и проще всего конечно было бы броситься под трамвай на той улице в которую выходил мой переулок издали я видел эти наполненные светом обледеневшие ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе но дорогой мой сосед вся штука заключалась в том что страх владел каждой клеточкой моего тела и так же точно как собаки я боялся и трамвая да хуже моей болезни в этом здании нет уверяю вас но вы же могли дать знать ей сказала вам сочувствуя бедному больному кроме того ведь у нее же ваши деньги ведь она их конечно сохранила не сомневайтесь в этом конечно сохранила но вы очевидно не понимаете меня или вернее я утратил бывшую у меня никогда способность описывать что-нибудь мне впрочем ее не очень жаль так как она мне не пригодится больше перед нею гость благоговейно посмотрел в тьму ночи легло бы письмо из сумасшедшего дома разве можно посылать письма имея такой адрес душевно больной вы шутите мой друг сделать ее несчастной на это я не способен иван не сумел возразить на это но молчаливый иван сочувствовал гостю сострадал ему а тот кивал от муки своих воспоминаний головой в черной шапочке и говорил так бедная женщина впрочем у меня есть надежда что она забыла меня но вы можете выздороветь робко сказал иван я неизлечим спокойно ответил гость когда стравинский говорит что вернет меня к жизни я ему не верю он гуманин и просто хочет утешить меня не отрицаю впрочем что мне теперь гораздо лучше да так на чем бишь я остановился мороз эти летящие трамваи я знал что эта клиника уже открылась и через весь город пешком пошел в нее безумие за городом я наверно замерз бы у меня спасла случайность что-то сломалась в грузовике я подошел к шоферу это было километрах в четырех за заставой и к моему удивлению он сжалился надо мной машина шла сюда и он повез меня я отделался тем что отморозил пальцы на левой ноге но это вылечили и вот четвертый месяц я здесь и знаете ли нахожу что здесь очень и очень неплохо не надо задаваться большими планами дорогой сосед право я вот например хотел объехать весь земной шар ну что же оказывается это не суждено я вижу только незначительный кусок этого шара думаю что это не самое лучшее что есть на нем но повторяю это не так уж худо вот лето идет к нам на балконе зовется плющ как обещает проскуя федоровна ключи расширили мои возможности по ночам будет луна ах она ушла свежеет ночь валится за полночь мне пора скажите мне а что было дальше с иешуа и пилатом попросил иван умоляю я хочу знать нет нет болезненно дернувшись ответил гость я вспомнить не могу без дрожи мой роман ваш знакомый с патриарших прудов сделал бы это лучше меня спасибо за беседу до свидания и раньше чем его напомнился закрылась решетка с тихим звоном и гость скрылся а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok